В оккупированном Крыму заявили об атаке Украиной ракетами Нептун. Рашисты перекрыли Керченский мост, а в Севастополе остановили движение морского и пассажирского транспорта. По данным СМИ, есть прилет в Краснодарском крае. В районе порта Кавказ на Таманском полуострове поднимается столб дыма. Появилась информация, что ракета Нептун поразила паром Акватрейдер, который был загружен железнодорожными цистернами с топливом. Взорвали. Все горит. Только что. Это что и такое происходит у нас? Украине есть, в чем учиться. Они организовали это наступление. Они смогли стянуть такие силы. Когда мы говорим, что невозможно в современной войне создать ударную группировку, оказывается, возможно. Сейчас по России распространяется какими-то семимильными шагами вот такой вот слух, что как только вот эта база Росрезерва, где пятый день горит российские дизели и авиатопливо, как только пожар там прекратится, то россияне поумнеют и свергнут Путина. Не знаю, правда ли это или нет, но, по-моему, вот этих вот заявлений на тему, что царь ненастоящий или царь ненастоящий, о том, что тем он занимается, все сильнее и сильнее охватывает российское население. И самое важное, даже зет-пропагандисты понемножечку дребезжат. Давайте-ка просто проанализируем все, что произошло за последние сутки. Ну, если уж мы начали с базы, где хранился дизель, то 14 цистерн полностью сгорело, взорвалось, 4 частично уничтожено. Внимание, 44 пока находятся в состоянии неизвестности. Взорвались они или не взорвались, потому что очень и очень сильный дым. Но даже если мы еще несколько дней будем смотреть, как они горят, а, как известно, нам это нравится, время пребывания Путина во власти сокращается семимильными шагами. Так что пусть горит Ростовская область, потому что горит не только она, горит и у Родина Ольги Скобеевой, а в данном случае уже Волгоградская область. Я вам хочу поделиться информацией или сообщениями, которые мне передали с Сумской области. Вы представляете, две недели, как артиллерийские налеты на украинское приграничье прекратились в Сумской области. Не бьют теперь по Белопиллю, по селам, которые находятся возле Белопилля. Не прилетают туда грады или что-то побольше. Но РСЗВ. Почему? Да потому что мы действительно так неплохо отодвинули фронт. И сейчас российским захватчикам нужно решить важную задачу. Что делать с Теткина до того момента, пока мы не сделали из него Дядькина? Это такой там медвежий угол со всех сторон, окруженный фактически украинской территорией. Населения гражданского там уже нет, но военные остались. Теткина это горит днем и ночью. И это прекрасно. Вопрос, которым задаются сейчас западные СМИ. Удастся ли нам взять порядка трех тысяч российских солдат в плен? Но они там бегут через сеймы, мостов понятно нет, понтонные переправы уничтожаются вместе с понтаньерами, не путать их с гондольерами. И некоторые переплывут, конечно. Я единственное рекомендую оставлять на берегу каски, оставлять на берегу бронежилеты и автоматы. Потому что речка такая, что если нырнете с автоматом, может вас забрать вместе с автоматом. Не будьте такими дураками, как Владимир Путин, на которого сейчас все бакланят. Это же он схватился за украинский Донбасс и понемножечку продолжает сливать Курскую область. Тут есть даже такие наблюдения, а когда остановится украинское наступление в Курской области? Вы не смейтесь, пожалуйста, но военные эксперты говорят, наступление остановится, когда у Украины закончится топливо. Ну, в смысле, у наших танков. Ну, примитивно говоря, можно сказать, что даже если им не противодействовать, они все равно где-то остановятся. Потому что вопросы обеспечения войск, вопросы логистики, вопросы технического обеспечения, ну, всестороннего обеспечения, так или иначе, как в законе Парета, 80% проблем решаются сами по себе. А чтобы решить оставшиеся 20%, нужно потратить 80% энергии, которую мы сохранили при нерешении прежних проблем. Так что ли? Такого экспертного мнения я еще не слышал, если честно, что все у них рассосется само по себе. Единственное, что нужно дождаться, когда догорит нефтебаза в Ростовской области. И если я уже начал говорить о Сумской области, то тут важно отметить, что артиллерия действительно перестала доставать до украинских населенных пунктов. Но КАБы продолжают лететь. Продолжают лететь днем и ночью. И они забирают жизни. Именно так. И, соответственно, все прекрасно понимают, что нужно что-то делать с российской тактической авиацией. Можно, конечно же, делать запросы в НАТО, в Белый дом. Давайте вместе просто сожжем всем российские аэродромы. И нужно продолжать это делать. Тут не надо лениться. Но можно еще и работать самостоятельно. И тут произошло такое, что просто... Ну да. Волгоградская область горит. Народные корреспонденты передают страшное. Нам объявили собрать документы. Возможно, будет эвакуация. Взрываются снаряды, которые в самолеты загружаются. Как они лежат там в хаотичном порядке непонятны. Короче, могут лететь куда угодно. Туда ни людей, никого не подпускают. Потушить бесполезно. Это горит военный аэродром Мариновка в Волгоградской области. Об этом даже сообщил гауляйтер этого региона, Нект Андрей Бочаров. Скоро он поменяет фамилию на Бочаренко. Он пишет, что действительно был налет беспилотников. Все сбили. Часть остатков упала на взлетную полосу. И началось. Что началось? Началось такое. Я так думаю, что это будет в результате сильно похоже на то, что случилось на авиабазе «Морозов» в Ростовской области. Помните, две недели назад? Там ИСУ-34 сгорел как минимум один на стоянке. Ну и самое главное, просто мы подняли сначала воздух, оно там взорвалось, и упали российские кабы на грешную российскую землю. Решили остаться там. Ну то есть чисто лунная поверхность. И судя по всему, там ЧП просто какого-то безумного масштаба. Давайте-ка послушаем. Просто мне больше всего нравится, а, ну конечно, нравится, когда оно горит. Это понятно. Я же украинец. А с другой стороны, мне очень нравится, как комментируют местные жители. И они так комментируют, что такое впечатление, что своему царю они не доверяют. Военному командованию они не доверяют. Если так будет продолжаться, это молчаливая масса. Она будет продолжать молчать, но и жить в санитарной зоне. Было масса свидетельств, и вы наверняка некоторые уже видели в телеграм-каналах, как народные корреспонденты все это фиксируют, скидывают, соответственно, в СБУ и в Главное управление разведки, чтобы мы могли наценить происходящее. Но один корреспондент, он был очень откровенный. Он прямо сказал, что аэродрому настала Кобзда. Еще летит, еще летит где-то. Такое впечатление, что они не очень рады прилету наших дронов. Но почему же? Это называется демилитаризация. Они его полностью раздали. С полтретьего как начали выехать, и вот до сих пор они уходят. Да, на видео вы видите, что уже поднялось солнце над этим населенным пунктом, а дым становится все ярче и ярче. И как это можно описать? Ну как? Конечно, многие могут сейчас россияне порадоваться, как Путин смотрел, как Адам Кадыров красиво стреляет с пистолетом. Ну и в целом фотографировался с сыновьями Адам Кадырова. Это прекрасные кадры. Сразу видно, что царь занимается нужными делами. Но почему-то какие-то такие предательские нотки начали появляться в эфире. И не хотелось бы, конечно, обострять эту ситуацию. Но граница между недоразумением и предательством незрима. Она находится в таком глубоком тумане, где непонятно, где что происходит. Предательство. А на экранах кто? Новый министр обороны фашистской России Андрей Ремович Белоусов. Я сказал Андрей? Нет. Он Андрей. Им же он и умрет. А пока Мариновка продолжает нас радовать. Ведь, понимаете, чем больше будет гореть российских аэродромов, вообще-то там от линии фронта больше 400 километров, тем меньше кабов будет падать на украинские позиции. А это реальная проблема. Только благодаря этому российские нацисты продвигаются на Донбассе. Или в первую очередь благодаря этому. Ну а мы что? Мы насладимся, как оно горит? Вам же тоже это нравится. Признайтесь. Еще летит, еще летит где-то, нахуй. Они его полностью разрушили, нахуй. Все, нахуй. Ему, нахуй. Тут они с полтретьего, как начали его ебать. И вот до сих пор они его х**ятят. Это серьезная трагедия, ребят, случилась здесь у нас. Это очень серьезные вещи. И до сих пор они его утюжат. Вот такие новости у нас серьезные, блядь. Все горит, блядь. Все в дыму, блядь. Все взрывается, блядь. И до сих пор все взрывается, блядь. Все. Октябрьскому аэродрому пришла, блядь. Это очень серьезные вещи. Очень серьезные, блядь. Вот он и весь, полностью, блядь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ